На Камчатке уничтожили почти 4,5 тонны красной икры, просто взяли и зарыли в землю показательно. Икра не была санкционной, ее изъяли у браконьеров. Слушайте, у меня только один вопрос. Зачем? Это ж до какой степени идиотизма надо дойти в стране, где официально за чертой бедности находится свыше 25 миллионов человек, вот так вот поступают с продуктами. Только недавно я вам рассказывал, как в очередной раз давили бульдозерами болгарский перец и мясо, а теперь вот икру в яме закапываем. Это дурной сон какой-то. Начинаем. А на Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения. 10 июня по нему проехали 25 тысяч машин в обе стороны. Прошлый рекорд был отмечен в конце мая. Всего же за три выходных, приуроченных к празднованию Дня России, мостом воспользовались 70 тысяч автомобилистов, 600 рейсовых автобусов по нему прокатились. Слушайте, я просто счастлив. Эта новость лично для меня как бальзам на душу. И как я жил-то без информации о таких удивительных достижениях. А если серьезно? Знаете, я в такие моменты, ну когда читаю подобное в солидных изданиях, задумываюсь. Пропагандисты совсем умом тронулись. Им рассказать больше не о чем. И тут же представляю себе среднестатистического жителя Хабаровской или Красноярской, Екатеринбурга или Воронежа. И прям рисую в голове такую картинку. Человек узнал о данном рекорде. Я бы радовался. Жена кричит, дуй в магазин, купи корочки, месца, бутылочку вина, да подороже. Такое событие нельзя не отметить. Ага. Кстати, а вот-вот вам альтернативное кино, снято на том же мосту в те же дни. Слушайте, елки-палки, в строительство того моста вломили сумасшедшие деньги. Вот тупо можно было из денежных купюр соорудить. Блин, ну почему нельзя было продумать какую-то ветрозащиту, чтобы не сталкиваться сейчас с подобными недоразумениями? Не знали проектировщики, что на море случаются и ветра? Моему племяннику 13, но даже он об этом в курсах. Сейчас, видимо, еще какое-то количество средств придется потратить, чтобы исправить ошибку. Сумасшедший дом, честное слово. Это реальная журналистика. Сегодня по традиции о прекрасном. Поехали. Кстати, о сумасшедших. Вот этой новостью со мной поделился профессиональный врач-психиатр. И поверьте, она достойна вашего внимания. Итак, американские ученые провели исследования и пришли к выводу, что уровень IQ наших современников заметно снизился. За последние три десятка лет свои исследования они проводили среди мужчин-европейцев 1970-2000 годов рождения. И знаете, каким оказался результат? Держитесь за что-нибудь. Средний уровень IQ испытуемых составил 99 пунктов, максимально их 103. Чтобы вы понимали, о чем речь, нормой считается 120, а вот 77. Это уже олигофрения. Ну как порадовал я вас. Теперь о причинах данного достижения. К окончательному консенсусу, правда, ученые пока не пришли, спорят. Но большинство кивает в сторону низкого уровня образования и, внимание, негативного воздействия средств массовой информации на сознание людей. Бинго! Хотя, собственно, отчего удивляться и ждать окончательного резюме ученых. Мы ведь с вами и без того замечаем, что 9 человек из 10 сегодня черпают информацию из Википедии и из телевизора. Эти люди искренне верят, что она там на 100% достоверна браво научно-техническому прогрессу. Мы строили, строили, наконец достроили! Ура! О дружбе с китайским братским народом давненько не говорили. Пора бы снова вспомнить о том, как братья наши в Сибири у нас осваиваются. Один из зрителей прислал. Вот даже комментировать не вижу смысла. Сами сейчас все увидите, возгордитесь. Томская область на связи. Ну и, конечно, вряд ли об этом знают в Кремле и в правительстве, потому что от первых лиц такую информацию враги стараются утаить на старт. Внимание, поехали! Вот они, красавцы китайские, 20 комплексов приехали все-таки. Дождались мы их появления роботов. Леса, наверное, больше в Томской области не будет. А вот они, красавчики, еще стоят. Вот, Мишкин лес, как говорится. Сложили в штабель. А, вон еще разгружаются. Молодцы, молодцы. Работают люди, работают. Отдельно хотелось бы остановиться на специальных установках, которыми пользуются китайцы и которые уже прибыли в Томск. 20 единиц пока, но поверьте, и такого их количества вполне хватит, чтобы от зеленых насаждений в регионе в обозримом будущем остались лишь воспоминания. Эх, это вам не лесорубы великодержавной, которые все еще старой доброй бензопилой дружба пользуются, братья наши. К решению подобных вопросов подходят гораздо серьезнее. Вот так вот. Два притопа, три прихлопа и гектара российского леса, как не бывало, хотя чего я расстраиваюсь. Широка ж страна моя родная. А пока китайцы разворовывают нашу Сибирь с нашего молчаливого согласия, мы сами пакостим у себя на Дальнем Востоке. В Приморский край вас приглашаю, поселок Пассет. Расположен на берегу Японского моря, в одноименном Завеа заливе, а еще это самый южный порт нашей страны. На этом уроке географии предлагаю закончить и перейти к экономике. Ну как к экономике? К тому, что в России экономикой принято считать. Называть все давайте будем своими именами. Итак, а порт это только слово такое красивое. По сути же, тут Пассет является самой обычной перевалочной базой, через которую отправляют за бугор, точнее за океан. Все на чем можно заработать. Главным образом уголь. Группа компаний Мечил там этим делом промышляет. А теперь хочу показать вам, как все это дело выглядит. Экология в Пассете повысилась. Улучшилась. Насколько улучшилась экология в Пассете, видно на вот этом видео, которое снято сегодня днем, 6 февраля на местном угольном терминале. Огромные клубы черной пыли поглощают всю местную жизнь вокруг. Со стороны это похоже на песчаную бурю. Вот как выглядит она. А вот как выглядит буря угольная. И потом всем этим дышат люди. Надо ли рассказывать, что это небезопасно для здоровья? Надо ли объяснять, что это губительно для окружающей среды? Надо ли заострять внимание на том, что проблема возникла не вчера, местные уже куда только не обращались? Причем речь ведь идет не только о жителях самого Пассета. Все побережье задыхается, но на местных всем чихать. Бабло серьезные дяденьки на той истории делают. Какие еще чаяния жителей? Вы о чем? К слову, не только на угольной спекуляции серьезные дядьки денюжку рубят. Рядом морской заповедник, водоохранная зона, которая еще с каких-то там лохматых годов заповедником считается. Но подумали пацаны, а что бы и на этом бабла не срубить? Рыбка, трепанги тема-то тоже прибыльная. К тому же затраты минимальные. В открытое море идти не надо, а выхлоп и постановили на уровне губернатора. Оно, конечно, заповедник, но не для всех. Далее, должностные лица администрации края разыграли эти участки на аукционах. Ну как разыграли? Если посмотреть на учредительные документы компании, которым отошли лоты, становится понятно, что фактически их распределили по своим. Вот вам очень любопытные совпадения. Например, среди победителей аукционов значилось ООО «Моревод», где учредителем числилась гражданка Улейска, супруга вице-губернатора. Еще была компания «Рыбовод», владельцем которой выступал бывший начальник отдела аквакультуры Департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края гражданин Чебов. В этом же ряду рыболовов-любителей затесалась компания «Рыбвод». В числе ее учредителей числились все та же госпожа Улейска, тесно связанный с господином Чебовым Виталий Абрашитов и Евгений Жарков. Вот так и живем. Одни рубят, другие пилят, третьи травят, четвертые браконьерствуют. Деньги, повторюсь, ребята делают, а мы, как лохи, палец сосем, зато каждые шесть лет идем и голосуем за эту стабильность или не идем, а с гордо поднятой головой. Смотрим на все происходящее, утешаем себя, зато я в этом не участвую. Вот только однажды проснемся в пустыне и с лунными пейзажами, и поздно будет. Ладно, все, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще больше серий этого замечательного сериала. Заходите, любопытствуйте на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Все, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok